Как следует? Не дергайся уже молиться, это уже что-то молить как есть Его разбудить любому путям не надо На вас, говорит На вас, говорит Обижен на вас Обижен? Нормально Меня он выделяет из всей толпы Обижен Не дергайся Ты еще не видал, говорит, как он показывает Допрос Ролик такой стоит Очень хороший Полиция прибыла Вызывали, мать выходит Нет, я не вызывала Это, видимо, за рубежом А пацанин такой, что это я вызвал Помните, показывали И что? Мама меня наказала А за что? И он начинает здесь Мать и... А полицейский стоит Рома так спрашивает И что он сделал? Она меня там ремнем По заднему месту Сколько раз? А сколько раз? Раньше она тебе била? Нет Но она тебя кулаком била? Нет, не била Он все отвечает как надо Дальше Мать говорит Что в школе он там не учится Свадка плохая Надо просто включить Показать людям А он стоит здесь Так, мать наказала тебя правильно Нет! У меня свои у ребенка права есть Права? Кто тебе сказал? Друзья мои сказали Если бы моя мать тебя наказала А ты бы неделю назад не садился И дальше он с ним дальше идет Так Еще раз это такое будет Я думаю такое устрою И все закончилось Коротенький ролик Насколько в нем Вот вся тебе именальная юстиция Вименальная Что означает? Есть ролик Ну-ка Я вас не вызывала Это я Саду ударил меня ремнем Это так, мэм Я узнала от учительства Что ты едешь Правда левочек Когда я его об этом спросила Он солдат Я его выбрала Иди-ка сюда, садок Когда это произошло? Нару часов назад Сколько раз ударила? Три Три Прямо по заднице А по другим местам? Нет Жанна отбила тебя кулаком Или еще чем-нибудь? Нет Сколько ремнем? Зараньше Что вам такое? Нет Меня арестуют Ты натравил полицию на свою мать Из-за того, что она наказала тебя за прогулы Это насилие над ребенком У меня есть права А тебе кто сказал? Друзья А ну биди еще раз Ну я дружок совсем плохих советов наслышался Не смей жаловаться в полицию на мать Если бы твоя мама была как моя Ты бы встать не мог Если из-за твоих прогулок я снова окажусь здесь Я сниму с твоими И выборю тебя сам Понял? Это А то ты Понял? Нет? Платочек, покажи где Вы три сопли Размазанных Сколько у матери ты дней жизни отнял Учителя, которых не слушают ученики, они столько переживают Поставили оценку Двойку На переходе он ее зарезал Высказать даже нельзя Показывает мусульман Так Так В рукой Он его швырнул Следующий Опять Полна мордка Я Поступал так Это Я повторю просто Один раз попал я на Сабанту И там для дня рождения спасали Справляли Пять человек Ниже генерала Ни одного нет Генерал-лейтенанты Я зашел Они Ох А мы о вас сколько сейчас обсуждали Я говорю И что? А те и другие Имели Одни меня судили Другие Помогали Вы Понимаете? Вы самый счастливый человек, каких мы знаем Я говорю А какие параметры Определения Вы делаете то, что вам нравится Вот сколько было на вас этих заявлений В прошлом году четыре Суда прошло Относительно детей И вы до лагеря отстояли Мы не участники Но мы это все видим Вот как Счастье определяет Ну кто я? Никто Вот Что значит Когда ты целиком отдаешься этому делу? Смотри выше Смотри на маму Когда раздражаешь ее У нее пяти и другой Все Ты убийца Уже Ты отнимаешь ее жизнь Повторяю Нашей семье было десятеро детей Пять парнишек, пять девчонок Отца Смоленск 41-й год С мамой вместе Полкласса не было Считать никто не умел У меня одного ребенка больного нет Служат все в армии Я когда спрашиваю там генерала Я говорю скажите Вы увольнительные даете? Конечно А на сколько можете дать? Ну при хорошем поведении на сутки Я говорю У меня увольнительная была такая 1 января мне выписывают До 31 декабря Как? Срочная служба? Я говорю да А такой нет Генералы сидят и говорят нет Я говорю есть Это моя должность Вы говорим нет такой Я сейчас не знаю А тогда было И только одна должность моя На всю советскую страну была А что это за должность? Интересно Я говорю у меня строительный техникум А тогда когда меня отправляли работать Окончил И она отлично защитила его И в это время определяли Кто у тебя родственники За границей Кто есть там где Ну то есть пролетариат Отец с фронтом У мамы три брата ушли Ни один не вернулся И меня направили в органы МВД В строго режимный лагерь Ричкино Иркутской области И вот Это Господь так делает Я даже начинаю рассказывать Как сказка какая Это все у вас было Да А я ничего не знаю Из деревни приехал в город Мне надо учиться Я отец еще не может дать Он дал мне три рубля Два тридцать на билет У меня семьдесят копеек На семьдесят копеек Я должен квартиру найти в Барнауле Питаться Сдать экзамены Я с первого дня Начинаю где-то подрабатывать Бегу на вокзал Кому-то чемоданы повезти Познал где рыба Сейчас там хоть рыбу поесть Вот как мы жили И чтобы чужое Отец чуть-чуть верил только Вот знаю если воруешь в карты Играет башку от шибу И мы знали это не угроза Это реальность была И мы боялись этого Вот боялись А чтобы вот так вот и Нет В таком возрасте Это уже девять лет Ребенку второй И мы посли отдельно Отец там дом перестраивает Ему помогают И мы чтобы заснули А коровы зайдут на посев Весь год будешь работать дорого Советская власть Один ехал и плуг не поднял И дорогу там сковырял Тут же сразу Вот туда на коленках Ползал в ночь Заложить Чтобы дорога была ровная Температура в стране была другая Этого не было И вот в таком состоянии Думаю меньше меня И все выполняли И не выполнить Или вот так вот Не знаю Вот сколько у нас существует Птиц любого спроси Эта наука называется орнитология Никто не знает Я знал Я знал Я не знаю сколько Но десятки гнезд разных птиц Если она с серебряком Я в траву заляю Корову пасутся Она летает Птичка видит Никто не мешает И она падает в гнездо Я совсем не убегу Она взлетела А гнездо уже есть Я подальше там Мерку поставлю Теперь наблюдаю Как они вырастают Разные-разные птицы Только в саду у отца было 123 скворечников моих И там сапог был один Чугун Пожарный Сосуд Который На везде Чтобы вылазить могли Люди проезжают Машины останавливаются Ну птичий базар 123 скворечника А в деревне ничего нет Почему? Интерес Вот Какой интерес Вот Железную дорогу Когда проводили Вот это вот было Это Насколько интересно Мы боялись Тогда Говорили Мы сказали Что Когда идет пояс И затягивает под пояс Мы верили в это И когда отец стоит рядом Где-то Мы за него прятались И держали Чтобы не затянуло под пояс А отец все рассказывал Рассказывает Как раскулачивали А я сзади сижу И плащу Вот Настолько я переживал за них Хотя Какое-то там Бывает яма Заросла Вот здесь Редкино жили Удалекая Это заимка отдельно И жили Никому не мешали Пришли Арестовали Все развалили И когда Рузель спросил Сталина Вот эта Коллективизация Вошла Вошлась Он как-то растопырил пальцы Ну 10 12 миллионов Самых лучших людей Тружеников сельского хозяина Их ни Мамай Ни Ни Чингисхан Ни Наполеон Ни Гитлер Никто не трогал Это кормильцы Советская власть под корень рубила Более презренной власти не было Почему? И такого царя не было Вы убрали его Вот вам новый царь Хлебайте теперь А то Николашка на Аллашке Вот теперь будет все За что царских девочек расстреляли? По какому закону? Где девственницы? Ни на что не претендовали? За что их вывели и расстреляли? Я в Смольном был Вопросы задавался Все это бери Рукова незамытина Пальцами не шевели Сложи руки вот так на грудь Вот так И не корябай сам себя Ему строго и нужно здесь Немножко он начнет задуматься Вот то что он льет Это он оплакивает свое вчерашнее положение Надо расшифровывать Что есть И когда начинаешь рассказывать людям Вот это о моей должности Я был техник Смотритель Воинских зданий Ракетных войск Дальнего Востока Доходит То есть Я должен был в городе Находка Там Определить офицеров Кому требуется У него дети Там Теперь не хватает жилья Я составляю Я техник смотритель Осматриваю Ну а когда дают А старые куда Я добился разрешения Старые могут разбирать Я тогда объявляю Дом этот Разбирать Утру Чистое место Ничего Русский человек умеет это Чисто Посещать И доски Все Все уберут Но с разрешения начальства Я вот здесь только Восемнадцать лет сотрудниче С местной тюрьмой Я могу рассказать Всю биографию его Я сегодня говорил Вот такой вот Он заходит Сразу узнает Что он делал Это первым делом В голову и в парашу Значит Теперь он Опустит Папа-мама будет До всей камеры У него другого не будет Я с малолетками Отдельно работал Будьте очень внимательно Сегодня еще Чуть-чуть не поздно Почти все Он ничем не интересуется Вчера такая работа У нас интересная была Поверну его Грижу уже развернулся Другой стол Копается сидит Как это так? Ты когда видел такое Чтобы дом так украшали? Сколько было? Так Почему в армии не служил? Коротко скажи Учился в колледже Учился в колледже Учился в колледже Ну и что же Всех учился Все служат Значит признают Ненормальный Нет Отсрочка Какая статья? Отсрочка Отсрочка какая? Отсрочка 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 По поводу Что я обучаюсь в колледже Насколько? Ну до конца Обучения Не знаю Я знаю только так Вот у нас были Не служил в армии Почему? Начинают там Ну с разными разами То служит три дня То у него что-то еще там Боятся просто Не просто так Я вот когда работал Это в лагере Это каждый день две смены Без выходных в семь месяцев Закрещенными А ему каждому сто два процента Надо показать А выработка А у него восемьдесят пять Если сто два Он день отсидел два Сто двадцать один процент Работы выполняет За один день три дня И поэтому А я сам-то топор держал редко Сколько ошибок наделал Учительница Летчий И вот штукатурят Я рейку приложил Не больше пяти миллиметров Прогиб может быть Да кто там мерить будет? Я делал по инструкции Сейчас вспоминаю Какая инструкция Домой надо ехать Я выполнял все Что было А тема-то не было этого Власть мне доверила Я по норме делаю Но она не может по-другому сделать Она не профессиональная Я теперь все это рассматриваю Сколько же я ошибок-то наделал Я уже спать ложусь И еще плачу А тех людей Может и живых нету Вот сегодня ночью Ну как всегда вышел На улицу Помолился Первый раз увидел Вот в этом направлении Самолеты не летают Но летит довольно быстро Что это? Спутник И спутника слишком быстро Для самолетов Такой трассы нет Что это было не знаю Я видел Я помолился Если летчики Сохрани Если космонавта Возврати И Господь Больше еще открывает А был бы ты рядом Я бы тебя взял самой Конечно Ты вот так Ты сейчас О себе думай Я не знаю Семейское омоложение И мать Вот это вот раздражение И проще Которое Тебе Оно туда идет Слышишь меня? Не делай по-другому Так Ты его на час не отпускай На минуту не отпускай Пока так Передавай доброе Не оговаривайся Я говорю А ты начинаешь Вроде бы Никуда не годится Покажи пример Послушания Мы сейчас вот завтракаем После завтрака Нигде Чтобы никто не сидел Не таскали Никакие пряники Закрыто До обеда Преучите Чтобы желудок на это работал Сегодня одного нету Нету Паша Спать лёг Не думайте что-то давать Он придет Ни под каким видом Он здоровый Крепкий Вырос парень А Пустота И Виноваты Родители Родители Если ты не выполнил то Что тогда заданий Никакого нет Он поел и все И все И все раз думал Он бегает Бегает Такие охапки Несет он здоровый Какой Мы видели Он может В следующий раз идет От лопуха Один листик Несет его Листик Принес Бросил Пошел обратно Ну это за наше глаза Так Куда их поставить На что Вот Можно было бы их с собой взять Где мы сейчас работаем Там по картошке не ходить И там малина И набрать малины И принести сюда Кое-что Сами сидят С ними Кто-то пошел бы Так Не сарапай себя Он непрерывно Скоблит И скоблит Держи рядом Намазать его Опять надо Верещать будешь На всю деревню Ну все равно Как смотрел Как взгляд Такой Опасные люди На ноль бронист поезд Стоит на запасном пути Так У нас вопросов никаких Как будто за ночь не было Лестницу Кружку Ну вот 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 так все Считаю Научно считать Во славу Божию Садимся Садимся Садимся